Здравствуйте, я Батагос Алдангарова. О сложностях реализации реформы ЖКХ говорим с управляющим директором компании КАЗ Техэнергоцентр Ернаром Дукинбаевым. Здравствуйте, Ернар. Здравствуйте, Батагос. Реформа ЖКХ в нашей стране идет полным ходом, но в каждом регионе она проходит по-своему, и сложности возникают именно в Алматы. Почему, как Вы думаете? Ну, мое мнение это связано в первую очередь с тем, что в принципе Алматы это флагман Республики Казахстан, и поэтому здесь больше объем жилищного, гражданского строительства, и соответственно здесь есть сложности в реализации этих проектов по реализации реформы ЖКХ. Я думаю, что здесь это напрямую связано с слабоинформационной политикой, то есть на мой взгляд это связано с компетенцией органов власти, ну и также я связываю это, если говорить откровенно, с инертостью общества. У каждого эксперта, если честно, свое мнение на этот счет, кто бы не приходил к нам в студию, говорит, что очень резко ставятся вопросы, очень как-то мы отказались резко от КСК, действительно мы не были подготовлены к тому, чтобы зайти в какие-то другие формы собственности. На ваш взгляд, что мешает нам все-таки принять новую реформу? Ну, во-первых, резко от КСК никто не отказывался, им еще срок продлили на год, как мы знаем, президент. Я связываю сложности исключительно с тем, что есть слабая информационная политика, и с тем, что жильцы категорически отказываются участвовать в жизнедеятельности собственных объектов кондоминиума, то есть это домов. Это взаимосвязанные понятия, а также с тем, что есть определенное сопротивление со стороны предыдущих органов управления. Поэтому о какой-то резкости говорить рановато, там делается все достаточно плавно, законом все нормы предусмотрены. То, что закон требует доработки, это факт, но он рабочий, с ним можно работать. Достаточно немного, наверное, немного улучшить информационную политику. Я третий раз повторяюсь, я прошу прощения, просто потому что это действительно большая боль. Хорошо, что мы должны знать? Вот давайте, вы находитесь как раз-таки в СМИ, которые рассказывать должны об этом. Закон направлен на то, чтобы предоставить собственникам власть над собственным имуществом. То есть, если до этого имущество было в руках КСК, а это, как правило, оно подразумевалось как кооператив собственника квартир, но на сегодняшний день в кооперативах более 50 домов и более может быть, да, и они там не всегда обслуживают добросовестно и так далее, то сейчас собственникам дали возможность реализоваться самим. То есть, вы имеете право и должны управлять своим имуществом самостоятельно. Ни государство, ни акиматы, никто не обязан за вас ремонтировать ваши фасады, лифты. Это ваша частная собственность, и вы ей должны управлять, и вы ей должны владеть в полном объеме понимания. Не только жить в ней, но и ее поддерживать, то есть эксплуатировать. Вот это важный аспект. А мы умеем это делать? Для этого существуют управляющие компании, для этого существует возможность переформатироваться предыдущим КСК и стать управляющей компанией, здесь никаких проблем нет. Самое основное преимущество — это поток финансирования, который сейчас поступает с домов, он поступает непосредственно с счета домов. То есть, вы можете контролировать эти средства. И это наиболее важный момент, потому что коммунальное хозяйство домов, оно находится в достаточно плачевном состоянии, и большинство домов, которые мы обследовали, они требуют как минимум ревизии, как максимум капитального ремонта и замены. Это все должны делать собственники, это не делает ни Акимат, никто, это делается за счет средств собственников. И поэтому сейчас, когда финансовые потоки переходят в ОСИ, ОСИ может самостоятельно решать, в этом месяце или в этом году мы ремонтируем теплопункт, в следующем году мы меняем узлы и агрегаты лифтов, еще через год мы ремонтируем фасады. При этом у государства есть прекрасные программы по реновации жилья, где можно получить субсидируемые кредиты, и это все есть возможность получать. Но этим нужно заниматься. КСК, когда у них по 40-50 домов находятся в обслуживании, у них физически не хватает сил этим всем заниматься. Когда собственник задумывается о своей собственности, о его ликвидности, возможно, они же будут ее со временем менять, продавать и так далее. Поэтому ликвидность – это важный аспект недвижимости. А ликвидность поддерживается в первую очередь качественной эксплуатацией. И поэтому для этого необходимы средства, которые не просто необходимы, то есть должны быть у дома, но они должны быть под контролем у тех, кто больше всего заинтересован в этих инвестициях, потому что это их общее имущество. Есть такое понятие, как объект кондоминиума, то есть это общее имущество собственников. И здесь возникает очень тесная связь с коммунальными службами города. Она необходима, насколько мы понимаем. И как работает эта связка? Связка, кстати говоря, здесь как работала при старых органах управления, так она и продолжает работать, потому что есть акты баланса разграничения, где мы четко разделяем, где несет ответственность коммунальные службы города, а где несет ответственность ОСИИ или до этого несли ответственность КСК. То есть каждый несет ответственность за свое имущество. То есть когда мы оплачиваем тариф, например, за водоснабжение, то в этом тарифе заложена в том числе амортизация, которую водоканал тратит на ремонт собственных сетей. Но водоканал не обязан ремонтировать в вашей трубе, в вашем доме. Его задача дать вам до вашей задвижки, до первой задвижки воду. Он это делает. А как она пойдет дальше? Будет она растекаться по вашему подвалу? Или пойдет она по квартирам? Это уже вопрос собственников. И поэтому здесь необходимо следить за своими коммуникациями самостоятельно. Кто осуществляет ремонт от этапа, когда сдают коммунальные, городские службы? Это уже частные какие-то предприятия, да? Да, это наемная организация. Нет, на баланс берет ОСИИ. Если мы говорим про нового органа управления, то это ОСИИ. Оно берет на свой баланс и оно имеет право, распоряжая своим бюджетом, нанимать подрядной организации. То есть объявлять тендер, выбирать, искать. Это обязанность и возможность, и привилегия самих ОСИИ. И сколько таких служб у нас есть, и как проверять доверие к ним? То есть это все теперь только на плечах ОСИИ, да? На самом деле этот рынок всегда существовал, и он есть. Но он, как и все остальное, в нашей стране достаточно хаотичный. Поэтому сказать, кого-то рекомендовать или каким-то образом это можно проверить, их качество и так далее, достаточно сложно. То есть в основном у нас важна репутация и важен какой-то предыдущий опыт. Поэтому здесь это частные компании, их мы ищем, как правило, в интернете, по сарафанам в радио, через друзей и так далее. Вопрос, повторюсь, опять-таки не в этом, а в том, чтобы нести ответственность за свои коммуникации самостоятельно. То есть как найти этот вопрос техники, да? А здесь важно донести до людей, что в принципе это необходимо делать. Ведет ли контроль городская служба за тем, как работают ОСИИ или как будут работать ОСИИ? Ну, законом предусмотрено, однозначно, что есть уполномоченный орган при Акиматах, это же личная инспекция, которая проверяет деятельность ОСИИ или по... На сегодняшний день они могут проверять деятельность и по заявлению. То есть любой собственник может обратиться. В случае, если ОСИИ отказывает в его законных правах, ему предоставление какой-то данных или информации, или у него есть подозрение о том, что какие-то его права нарушаются, тогда он может обратиться в жилищную инспекцию. В этой ситуации жилищная инспекция открывает свою проверку и проводит анализ деятельности ОСИИ. Самостоятельно, к сожалению, проверить ОСИИ невозможно. Другое дело, что с законом также предусмотрена ревизионная комиссия, которая избирается раз в три года внутри дома и которым осуществляет частый мониторинг деятельности ОСИИ. Но если этого недостаточно собственникам, то, как я и говорил, они могут обратиться в жилищную инспекцию за соответствующим заявлениям. Это можно сделать через сайт ЕОТОМИШ. Аварийная служба каким-то образом тоже должна участвовать в этом всем, если есть конкретное обращение. Или они тоже могут осуществлять контроль? Здесь важно понимать, что такое ОСИИ. ОСИИ — это орган управления дома. Высший орган управления дома — собрание. ОСИИ — это исполнительный орган, где есть свой председатель, есть совет дома. Их задача — это сконсолидироваться, утвердить тариф, утвердить смету, выбрать подрядчика, передать ему работу сервисной деятельности, такие как эксплуатация инженерных систем, коммуникация, обеспечение санитарного состояния преддомовой территории подъезда, обеспечение надлежащей эксплуатации лифтов и пожарной сигнализации. Их ОСИИ они это передают подрядчикам. То есть они сами, даже законом утверждено, что они сами не могут предоставлять эти услуги. Они обязаны нанимать соответствующие организации. И я повторяюсь еще раз, ОСИИ — это тоже своего рода надзорный контрольный орган, который консолидирует у себя средства. То есть мы как управляющая компания, мы же находимся в рынке, мы заинтересованы зарабатывать. И мы зарабатываем, когда мы оказываем качественные услуги. И оказывая качественные услуги, мы приносим ежедневничный отчет, приносим актовых работ, приносим счет на оплату. И здесь или ОСИИ подписывает, и тогда мы работаем дальше, или они не подписаны, и мы идем в суд разбирать. То есть наша задача — это обеспечить квалифицированно, качественно клиенту нашему сервис, и за это получить определенное вознаграждение. А задача ОСИИ — сконсолидировать эти средства и передать их в надежные руки. И только по факту выполнения работы, не авансом. Я пытаюсь выяснить, какой орган надзора есть над ОСИИ. Над ОСИИ — это жилищная инспекция. Я почему так подробно расспрашиваю об этом? Потому что к нам в студию обратились жильцы дома, в котором есть аварийная ситуация, но как бы представитель ОСИИ, он бездействует. Аварийная служба не желает подписывать акт об аварийности и так далее. Куда им обращаться? Ну, в первую очередь, как я и говорил, жилинспекция. Туда нужно обратиться с соответствующим заявлением. Жилинспекция в течение 14 дней отреагирует, а если к ним их очень попросить, в принципе, они могут отреагировать и быстрее. Они откроют проверку и моментально среагируют. Такие опыты были, мы проходили это, знаем. В принципе, они положительные. То есть жилинспекция, она может, имеет право и уполномоченно осуществляет такие соответствующие проверки. Скажите, пожалуйста, грозит ли нам скоро, опять-таки, но оно постоянно происходит, повышение тарифов на коммунальные услуги? С чем связано, скажем так? Смотрите, на моей памяти я пережил сам лично в осознанном возрасте три девальвации. За это время в том доме, в котором я, например, жил, тариф не менялся ни разу. При этом стоимость всего абсолютно, это зарплаты, это материалы, материально-техническое обеспечение, все подорожало, соответственно, вы сами понимаете, насколько. Поэтому говорить о том, что тариф останется на своих местах, нет. Я объясню, почему тарифы стояли на своих местах. Потому что утвердить новый тариф практически невозможно. Собственники сопротивляются, а он утверждается исключительно голосованием. Поэтому КСК поступали, насколько я понимаю, насколько я разобрался в этом вопросе, КСК поступали следующим образом. Они не увеличивали тариф, они увеличили количество домов, которые они обслуживают. То есть физическое количество людей, которые работают в КСК, они редко увеличивались, а вот количество домов, которые они обслуживают, они возрастали. То есть таким образом они осуществляют свою жизнедеятельность. Сейчас, когда мы говорим про ОСИ, то есть один дом, один счет, тарифы взлетают однозначно, потому что дома устарели, они требуют капитальных вложений, они требуют инвестиций. Эти инвестиции кто-то должен делать. А я повторюсь, кто кроме собственников должен делать эти инвестиции? Поэтому тарифы не будут стоять на месте, они растут и они будут расти вместе с уровнем инфляции, который мы сегодня были, а возможно даже обгоняя его, потому что мы отстали в ЖКХ, мы отстали лет на 10 от самих себя. То есть мало построить дом, дворец, здание, бизнес-центр, неважно что, его нужно надлежащим образом эксплуатировать. Там есть инженерные коммуникации, насосы. Насос, который стоил при строительстве этого дома 25 тысяч тенге, сейчас он стоит 150-170 тысяч тенге. Срок службы этого насоса около трех лет. Почему так мало? Потому что когда вы одна дома используете у себя для своих нужд насос, у него есть свой срок службы, то есть он вам прослужит порядка 10-12 лет, потому что вы одна его эксплуатируете, у него нагрузка минимальная. Но мы же живем в доме, в доме 150 квартир, мы в среднем по три жильца в квартире, 450 человек круглосуточно пользуются этим насосом. Поэтому и ресурс у него короче. И соответственно он требует замены однозначно, и он стоит немалых денег. Где их взять? Лифты. Лифты — это самая большая боль, наверное, на сегодняшний день в ЖКХ. Почему? Потому что они все опять-таки материально изношены сейчас. Их, в связи с последними событиями в мире, их запчасти на них подорожали очень сильно, а некоторые уже даже не выпускаются. И поэтому здесь они требуют серьезных капитальных вложений, которые не делались никогда, именно потому что собственники не утверждали тарифы. И мы сейчас имеем несколько примеров по стране, когда лифты у нас падают. Эта причина кроется в том, что там была ненадлежащая эксплуатация. То есть БУ, запчасти, возможно, дубликаты какие-то, возможно, неправильный монтаж какой-то. То есть это все накладывается одно на другое, и в итоге лифты, конечно, не срываются. То есть лифт, он стоит, как хорошая добротная машина. Если мы машину ездим на ней, мы ее эксплуатируем, мы меняем масло, меняем колодки, ремонтируем, что-то сломалось, мы меняем заказы, запчасти, т.д. Лифты мы этого не делаем, потому что тариф на лифт в среднем по городу 10-13 тенге, помноженный на 7 тысяч квадратов, то есть 75-80 тысяч тенге собираемость. Это, в принципе, зарплата лифтера. Где там запчасти? Мы тогда, собственники говорят, обращайтесь в фонд, который они накапливают на счетах для капитального ремонта. Да, это прекрасная идея, но есть одно но. Всегда собственники пытаются утвердить тариф минимальный, который утвержден законом, на сегодняшний день, это 0,05 МРП, это 15-40, около 15 тенге. То есть, опять-таки, мы умножаем на квадратуру, получаем накопление 70 тысяч, из них 30% не плательщики. И мы на один мотор, который там, на частотный регулятор, который там стоит, лифт Hitachi, например, с которым мы столкнулись, миллион, на него копим 3 года. А лифт должен работать сейчас, прямо сейчас. А если он не работает, собственники возмущаются. А где взять деньги на ремонт лифта? Их нет. Только собирать, получается. Конечно, поэтому тарифы будут потихоньку расти. Собственники возмущаются, вы сказали, да? Возмущаются мы будем в разных случаях, и постоянно, я так думаю. И будем недовольны соседями. Есть еще вопрос сознания жильцов, которые не желают, скажем так, проплачивать какие-то позиции, не желают включаться в этот процесс. Одни не желают, вторые не могут. Вот есть малые мужчины. Этот вопрос как-то учитывается? Для малоимущих есть государственная программа, для малоимущих и для многодетных семей есть государственная программа, где, по-моему, порядком 50% от расходов на содержание жилья покрывается государством. Все это есть на сайте ЕГО, расписано, и там подать достаточно сложно. Ага, то есть они подают заявку, а председателя ОСИ уже фиксируют у себя просто, да? Государственный орган делает соответствующие выплаты, то есть они подают в квитанцию об оплате в государственный орган, государственный орган делает соответствующие выплаты, и эти деньги поступают уже семье, а семья оплачивает квитанцию. Какая еще помощь и участие государства есть в ЖКХ, скажем так, и конкретно помощь ОСИ? Ну, самая большая помощь — это закон, на мой взгляд. То есть реформа нужная, реформа своевременная, хотя и болезненная. Любые болезни лечатся через обострение. Поэтому для меня то, что сейчас происходит на рынке в сфере ЖКХ, это, в принципе, был ожидаемый результат. И я считаю, что от государства самая большая помощь — это закон. То есть ждать подачи от государства, мне как предпринимателю, например, ну, непривычно. Нам дали хороший инструмент, мы действительно пользуемся им, мы разъясняем, ведем свою разъяснительную работу с людьми, которые к нам обращаются. Мы пытаемся зарабатывать, выживать на этом рынке, но для нас закон оказывает большую помощь. А уже здесь собственники должны выбирать из того, из тех организаций, которые там способны вести их дома. То есть здесь помощь должна быть от этих организаций, не от государства. А каким образом помощь в частной организации оказывается? Они оказывают, когда это взаимовыгодно обеим сторонам. То есть мы упираемся, опять-таки, в вопрос тарифов. Тарифы, повторюсь, будут расти. Это нормально, к сожалению, для многих это нормальное явление. А опираться на помощь, ждать, что государство нам починит лифт или починит фасад. Только в Алматы там более 8 тысяч домов. У нас просто бюджета не хватит. Тогда надо повышать налоги. Давайте будем повышать налоги. Это ваше предложение? Нет, я просто говорю... Рассуждается, да? Да, я, кстати говоря, против. Просто где-то эти деньги должны брать. И в любом случае, если они непрямым трансфертом от собственника будут идти в УСИ, то тогда государству придется где-то изыскивать, да? Если мы говорим там абстрактные вещи. Государству придется где-то изыскивать средства. И он все равно к государству придет к нам с этим вопросом, да? Поэтому, а здесь, когда мы говорим объект кондоминиума, почему это важное слово? Объект кондоминиума. Потому что кондоминиум — это частная собственность, находящаясь во владении группы лиц. Двух и более людей. То есть это значит, что вы совместно, коллегиально, гражданским обществом несете ответственность за свое имущество. Это то, к чему должна привести реформа? Однозначно. Скажите, какие трудности в вашей компании есть во взаимоотношениях с клиентами, я не знаю, с другими подрядчиками? Трудности, как и в любой работе, трудностей очень много. Но я бы не стал их называть какими-то очень серьезными сложностями. Потому что каждый бизнес, у него есть какие-то свои плюсы и минусы. Мы работаем с собственниками. Собственники бывают разные. Разное бывало, вплоть до рукоприкладства и так далее. Но так устроен пока что. Мы к этому готовы. Мы понимаем, что любая реформа, она проходит очень болезненно. Поэтому мы осознавали, на что мы идем. Здесь каких-то таких серьезных сложностей я не наблюдаю. Я о том, что вы компания. А существуют мелкие компании, существуют отдельные специалисты. Как выстраивать отношения с клиентами, с жильцами, с собственниками, имея такой пул конкурентов? Еще раз говорю, несложно, потому что мы работаем порядочно, прозрачно. Для нас это не проблема. Вопрос, ведь вы говорите про выстраивание взаимоотношений с собственниками. Здесь это компетенция ОСИ. То есть здесь должен появиться лидер в доме, который поведет дом, я называю светлое будущее. Он должен сгруппировать вокруг себя инициативную группу. А инициативная группа должна транслировать эти позитивные, скажем так, изменения в общество, то есть в доме. То есть все они должны индивидуально работать. То есть когда к нам приходят консультироваться дома, которые еще не в ОСИ, мы им рекомендуем то, что вот я сейчас и озвучил. То есть вы должны сгруппироваться и доносить, вести разъяснительную работу внутри своего дома, почему это важно. И отвечать людям на вопрос ни в коем случае не закрываться, не переходить на крики, не переходить на личности, а именно вести спокойную разъяснительную работу. Что в принципе они делают и успешно создаются ОСИ. Мы же стараемся работать больше с ОСИ, то есть советом дома, с ревизионной комиссией, потому что мы получаем деньги от ОСИ, и мы получаем эти деньги за услуги. И мы должны отчитаться, куда мы дели, что потратили, почему мы столько запросили, почему смета такая и так далее. То есть мы ведем именно коммерческую часть, потому что и эксплуатацию ведем мы. А работу с жильцами, мы когда начинали этот бизнес, мы начинали работать с жильцами. Сейчас мы просто выстроили эффективную работающую, путем пробы и ошибок, эффективную работающую модель, когда ОСИ взаимодействует с собственниками, ревизионная комиссия проверяет нашу деятельность, советом дома мы консультируемся, например, того, как или иначе поступить в определенных вопросах, и в итоге у нас тишь да гладь. Ну вот эта вот схема и должна работать. Да, но это все делается по наитию. То есть законом предусмотрены различные инструменты, и каждая компания, и каждая ОСИ, они нащупывают свой путь. И если мы приходим к единому знаменателю, мы работаем вместе. Если мы не приходим к единому знаменателю, мы отказываемся работать совместно. То есть это чистый рынок. Конкуренция — это хорошо, я ее приветствую. В принципе, чем больше компаний, тем лучше. Домов, повторюсь, более 8 тысяч. Работы для всех хватит. Главное, чтобы это делалось порядочно. Ну, работники сферы услуг, они продолжают все-таки стараться проводить свои какие-то предложения на рассмотрение государственных органов. Я знаю, что сейчас вот создается какой-то отдельный орган, да, будет онлайн-конференция именно всех, кто работает в сфере услуг. У вас какие-то общие проблемы есть? Ну, я думаю, что да, проблемы общие, но они, еще раз, я повторюсь еще раз, уже пятый раз, наверное, они все решены. Эти все проблемы решены. Реформа на то и реформа, что она была запущена, были сделаны ошибки, над ошибками сейчас работают, вносят поправки. Да, возможно, я много раз слышал, что это эксперимент над людьми. Где-то, возможно, это близко к правде, да, но по-другому как? Почему важно сейчас передать власть в ОСИ? Помимо денег, ОСИ концентрирует у себя всю документацию дома. Сейчас, когда мы принимали несколько объектов, мы приняли объекты, ни одной бумажки нам не передали. Их просто нету. Ничего нету. И мы это все по крупицам восстанавливаем госорганов, госзастройщиков и так далее. Документация не ведется. То есть, в принципе, все утеряно. Все утеряно. Кто-то должен это восстанавливать, этим никто не занимается. А кто должен быть заинтересован в этом больше, чем собственники? Да. Это собственники. Спасибо большое вам за эту разъяснительную беседу. Многое стало понятно. Опять-таки, все, как вы сказали, в руках самих жильцов. Да. Да, чтобы сделать так, чтобы твоя жизнь была комфортной, всегда со светом, водой, лифтом работающим и без проблем. Спасибо вам большое. Желаю вам успехов. Приходите и беседуйте с нами еще. Спасибо, Боттогос, за приглашение. Очень приятно было побывать у вас. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова